Девушки отдыхают 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 Такая хорошая. А за мной еще несут, от чего я помер. От порткома. От мисс кома. И там еще кричат. Ну что теперь, гады из мисс кома? Поверили, что я не сумлян? Там такая съемка была. А за ними идет артистка такая, хорошая она. Она во многих кино снималась. Я ее фамилию не помню. Она всегда в халатике снимается. А под халатиком у нее никогда ничего нет. Слушайте, она когда в кино иногда так наклоняется, у нее халатик сразу. Я сейчас смотрю, когда она наклоняется. Фамилию я не помню. Артистка нравится. Хорошая артистка. Думаю, сейчас она над гробом наклоняться-то будет. Я глаза прямо раскрыл и смотрю, не мигая. А этот мережиссер говорит, товарищ шпакойник, закройте глаза. Я шпакойник играю. Шивзик ко мне поскакивает прямо перед мордами. Мне так халатик. Пахнут дубль один. Я чуть не окочурился. Неожиданно было. И эта артистка, то ли она мне жена, то ли невеста. Я даже не знаю, я же сценарий не читал. Я сразу в гроб лег. Без сценария. Она ко мне, я в гробу лежу, она ко мне сверху, всем телом на мини. А я в гробу лежу, мне двадцать не халат, всем телом на мини. Как набросилась она. Как стала меня обнимать прямо всего. Прямо обнимает меня всего. Целует меня прямо во все места. Ну думаю, ну наверное, не знаю, что я не мертвый человек. Что я живой человек с нормальной, здоровой этой, ну нервной системой. И в самый-самый такой момент на так рукою. Раз. Альфор говорит, стоп. Не верю. Я говорю, это ты зря. Вот это, говорю, зря, ты ляг на мое место, ты поверишь. Он говорит, не-не-не-не, мне со стороны виднее. Я говорю, а мне изнутри-то еще виднее. Я смотрю, он на эту артистку в сторону отзывает. А я тут рядом в гробу лежу. Он на меня так рукой махнул. Все, на этого, говорит, надежды никакой. Все надежды теперь на ножницы. Я прямо в гробу так, хоп, и перевернулся. Он говорит, мы, говорит, ему потом его слабые места все вырежем. Я ему из гробу говорю, а потом чего? Он говорит, потом тебе в это место что-нибудь поэффектней ставим. Ну я прямо из гроба встал. Я говорю, ты чего мне вырезать собираешься? Он говорит, что мне надо, то и вырежу. Я говорю, тебе надо, ты себе вырезай. Я говорю, а что Нюрка скажет, мне там в настоящий гроб ложиться надо? В это время Шивзик ко мне опять поскакивает перед мордой. Хлобысь, похрен, дубль два. Я опять чуть не окочурился. И эта артистка со второго дубля мне стала в губы целовать. Представляешь, я же мертвую играю. А внутри-то у меня пошла ответная реакция. Я лежу себе всякими мыслями отвлекаю. Думаю, почему тогда давно Гайдар в отставку подал? Ничего не помогает. Цветы на мне уже расшевелились. Ты представляешь, у меня от напряжения на лбу пот появился. Что ты смеешься, покойники не потеют? Решер говорит, приведите покойника в порядок. Что-то он у нас раскраснелся ни к чему. Он говорит, вам что, нехорошо? Я говорю, да не, вроде ничего. Я говорю, ну предупреждать-то надо. Я бы какие-нибудь таблетки купил бы. Тут солнце, жара. Я не жрамший. Думаю только одно, как бы не захрапеть. Покойники не храпят, я помню. Глаза-то у меня закрыты. А голос слышу, знакомый такой голос. Миро, не сберегла я тебя. Думаю, артистка мучается, надо же помочь бабе. Я ей так тихо-тихо говорю, хватит тебе положить-то, хватит. Я говорю, огляйся ты, ложись рядом. Глаза открылся, смотрю, нюрка моя стоит. Говорит, ну-ка, вставай. Сейчас вторую серию дома сымать будем. И больше я никогда не сымался. Первый и последний раз. Больше никогда.